Так, у меня тут юный медик на подходе. Вот, молодец, все, хватит. Давай, отпускай. Давай, клади. Так, включил. Нужно послушать, братик, да? Ну, давай, послушаем. Ой, ты молодец. Ну, что там, все нормально, сердцебиение, все дела? Давай, аккуратненько. Все отлично. Все хорошо там показывает? Ну, отлично. Ну, супер. Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами очередной отчет беременности. Мы сегодня поговорим о 34-й неделе. Которое уже удачно завершилось. И также сегодня еще мы вернемся к имени малыша. Если помните по уже, ну, можно сказать, давнему выпуску на нашем канале, когда мы в последний раз смотрели на наш список. И у нас в этом списке осталось 4 имени. Так вот, сегодня мы от одного из них избавимся. И мы с вами остановимся пока на тройке лидеров, которые остаются в этом списке. Но обо всем по порядку. Значит, давайте в начале 34-я неделя моей беременности. Что я могу сказать? Итак, эта неделя, мне кажется, может с полной уверенностью носить знамя и титул матери Невменько. Потому что на этой неделе, вот как ни в одной другой, я ощутила влияние то ли гормонов, то ли самой беременности. Может быть, в конце уже доминанта беременности даже включилась. И спектр моих каких-то ощущений, моего самочувствия и моих эмоций, он был вот просто от минуса, вот прям минус 100 до вот плюс 100. Я вот швыряюсь с одной стороны в другую. И всю эту неделю я вот прям хожу сама не своя. Во-первых, 34-я неделя началась с очередного визита к гинекологу. Котенок, скажи привет! В общем, у нас был очередной визит к гинекологу. То есть это плановый визит, в котором моя врач в Риге... Иди сюда, скажи, подружки! Привет! Ааа, давай динозавры, иди играй! Значит, во время этого визита моя гинеколог осмотрела меня. То есть все плановые процедуры, которые нужно совершить, они были совершены. Мы посмотрели мои анализы. В этот раз, в первый раз за всю беременность. Значит, у нас получается, что... Ну да, первый раз. Анализы у меня не идеальные. У меня упал ферритин. Следовательно, мне сейчас нужно первое попить железо. Это я сделаю. Также слишком много информации, но меня стал мучить геморрой. Извиняюсь перед всеми, кто не в теме беременности, материнства и для кого вот эти слова, они прям кажутся жуткими. Для меня вот прям громко публично их озвучивать до сих пор становится ужасно. Но тем не менее. Мамский канал. Мы говорим о беременности. Все должно быть как есть. С пользой, толком и так далее. И вот уж как есть. Беременные женщины часто мучаются от геморроя. Поэтому также мой доктор мне предложил некоторые средства в виде мазей, которые помогут сократить симптомы. Ну и в целом с этим пока ничего больше и не делаем. Что еще? Она посмотрела, значит, малыша, сердцебиение, все окей. Мы с ней обсудили вариант возможной стимуляции, о которой я уже рассказывала. То есть те, которые не смотрели предыдущий видеоролик. Значит, у нас история такая. Я сделала третий скрининг. Малыш опережает свое развитие на две целые недели. Большой. И он уже в свои 32 недели был 2,5 килограмма. Сейчас к 34 неделям он порядка уже 3 килограмм. То есть он большой малыш. Следовательно, меня направили на повторное УЗИ, которое я буду делать в 37 недель. И во время этого УЗИ тогда доктор-специалист даст свое заключение и свою рекомендацию. Свою рекомендацию по поводу того, нужно ли меня стимулировать раньше на две недели, чтобы избежать возможных рисков. И вот с этой рекомендацией доктора УЗИста я отправлюсь обратно к своему гинекологу. Она посмотрит заключение, даст свою рекомендацию. И если она согласится с доктором по УЗИ, что все-таки, наверное, нам нужно рассмотреть возможность стимуляции. Опять же, я знаю, что многие подписчицы напишут ни в коем случае, никогда и так далее. Стоп, все спокойно. Я тоже по этому поводу спокойно. Давайте послушаем врачей. Я выбрала тех врачей, которым я доверяю. И в этом и смысл твоего врача, который ведет твою беременность. И поэтому я все-таки буду прислушиваться и к своему врачу, к своему организму, состоянию, чуйке. И все вот это сложу вместе и приму уже окончательное решение. Никто ни к чему меня не принуждает. Но ситуация и картина следующая. Значит, если мой доктор, гинеколог согласится с доктором по УЗИ, что да, ее рекомендация тоже будет меня стимулировать, дабы избежать возможных осложнений крупного малыша, то есть это, не знаю, там, сложные роды, потеря крови, это застревание ребенка в родовых путях, необходимость ломать ключицу, использовать вакуум, использовать щепцы. Там потом экстренное кесарево сечение и так далее, и так далее, вот все эти риски. И плюс ко всему, как бы, возможные осложнения потом для малыша, не столько для мамы, сколько для малыша в будущем. В общем, мы оценим все эти риски и посмотрим, действительно, может быть, эй, динозавр, иди сюда. Сегодня так. И мы посмотрим, как бы, пользу стимуляции. Конечно, стимуляция – это не самое лучшее. Естественно, мы хотим пойти на роды естественным путем, и как бы, чтобы организм был готов и сам все сделал, малыш родился. Это, естественно, наш приоритет. Но иногда ситуация поворачивается так или иначе, и поэтому нужно оценивать риски и принимать решения. Следовательно, этим мы и займемся. Но пока все спокойны, все выглядит хорошо, все супер. УЗИ аппараты, вот доктор, которая делала УЗИ, она сказала, что погрешность и возможность ошибки приблизительно 300 грамм. То есть их подсчеты, их метод, как они рассчитывают вес и развитие малыша, в общем, предполагает и по опыту показывает, что погрешность у них всего 300 грамм. Дальше, если мой доктор-гинеколог согласится с этой рекомендацией меня стимулировать, она даст мне направление в роддом, в котором я решила рожать, к доктору, который будет уже принимать мои роды и который должен принять окончательное медицинское решение в этом вопросе, его предложить мне. И, следовательно, дальше я либо соглашаюсь, либо опишу отказ. И только тогда мы будем понимать, как выглядит окончательная вот эта картинка. Пока вот этого УЗИ второго повторного у меня нет, ну, в общем, пока это только опции. Записалась на УЗИ 30 августа, то есть мне делают УЗИ, на следующий день я иду гинекологу, и там уже вот все, что я рассказала, исходя из той или иной ситуации, тогда меня либо направят дальше к врачу в роддом, либо уже вот оставят меня как есть, и мы просто будем наблюдаться вам каждые две или каждую неделю уже у моего гинеколога. Еще что касается таких важных вещей в этом визите, я набрала 9 килограмм за всю беременность, то есть у меня плюс 9. Прекрасная цифра, учитывая, что ребенок большой, я могу сказать, что я молодец, доктор мой тоже сказал, что я молодец. Короче, радуемся, хлопаем, вешаем медаль на грудь, я вот мать молодец. И есть очень хорошие шансы, что я рожать пойду не больше весом, чем была в прошлую беременность. И что же касается моих вот этих гормонов и всей этой недели, как она развивалась. Короче, меня гормоны одолевали вот просто со всех сторон, то есть то я была просто злющая, как ведьма, я тут орала по всему дому ходила, меня бесило все абсолютно, и для меня вот это был просто жуткий кошмар, вот абсолютно все, любой шаг моего ребенка, любой шаг, я не знаю, моих близких людей. Короче, я тут бесновалась, как сумасшедшая, меня раздражало абсолютно все. Проходило пять минут, и я вот прям вся в любви, и я вот с мелким, и мы вот с ним обнимаемся, и я вот прям кайфую, по ночам просыпаюсь и думаю о своем ребенке. И вот он, если по утрам ко мне прибежит, прибивается ко мне своим носиком, я вот прям в кайфе лежу и просто на него глазели. Короче, я вот просто, ну действительно, была самая гормональная женщина на свете, мне кажется. И вот как-то вечер, по-моему, пятницы был, и что вы думаете, впала я в грех, и мои гормоны, они вот искрежут зубов, говорили мне о том, что нужно мне поесть сосисик. А сосиски поесть этот человеку, который колбасу и вот прочие полуфабрикаты не ест вообще, никогда. Я не знаю, сколько лет я не ела вот сосисоны вот такие, знаете, вкусненькие, которые домашние, там, я не знаю, детские или какие, вот эти молочные сосиски, короче, которые мы в детстве ели. Для меня это просто одища, я их не ем вообще. И тут мне сильно надо. И приезжает моя мама с работы, и привозит мне эти сосиски. Ну и я, короче, уложила ребенка спать, и вечером поела эти сосиски с таким удовольствием, с таким вот просто, господи, как же это было прекрасно. Просыпаюсь ночью, два часа ночи, мне дурно, просто настолько дурно, что я вот уже не знаю, что делать. Я еле-еле стою с кровати, иду в туалет, и тут я понимаю, что я не знаю, каким, извините, концом приложиться к этому унитазу, то ли верхним-северным, то ли нижним-южным. Ну и, короче, прикладывалась тем, который орал больше, но приложилась обоими концами. Короче, я вставала раза три, если не больше, за ночь и три раза меня, значит, вырывало, три раза, извините, меня поносило. Короче, я отравилась, или у меня несварение, я так и не поняла, в чем было дело. Короче, мне было жутко плохо, то есть я вот, реально меня рвало, и проносило с другого конца, вот прям до, наверное, полседьмого утра. Когда ребенок уже чуть позже проснулся, я маму попросила его забрать, я не знаю, он чувствовал, что либо я дома, либо мне плохо, не знаю. Но он оказался, он прям орал, горько-горько плакал, что вот, ну, вот ни в какую он не соглашался с ней оставаться, поэтому я его забрала к себе, и мы просто лежали вот так вот трупиком, мама тут вокруг нас носилась, и мне было жутко плохо. Температура 37, что-то там, 4, поднялась она к вечеру до 37,6, но я, суббота, в Риге такая история, что позвонить-то некому, потому что гинеколог мой не работает, и вообще ничего не работает. Ну, и единственный вариант, в скорую звонить. Я позвонила в скорую, спросила, есть смысл вызывать бригаду, описала ситуацию, что вот так и так. Они сказали, слушайте, ну, если не беременная, были бы и ладно, ну, так как вы беременная, ну, пусть бригада приезжает и смотрит. Я говорю, ну, хорошо, пусть приезжает и смотрит. По итогу, скорая приехала буквально там через 3-4 минуты, меня осмотрели, ничего толком не смогли сказать, потому что очевидных болей нет, рвота и понос остановились, то есть, как бы, у меня уже не рвет, я пью воду, я не ем, естественно, но, в общем, просто очень плохое состояние, плохо себя чувствую, слабость, температура, и, в общем, вот, начинает такая вот история. Мне предложили поехать в больницу, ну, чтобы исключить хирургию, а почему хирургию, то есть, симптомов-то никаких нет. Ну, и по итогу, я говорю, нет, я в больницу, наверное, не поеду, давайте, если вот так, в общем, вы меня осмотрели, все хорошо, давление нормальное, и в целом-то все нормально, есть какие-то рекомендации, я останусь дома, и если будут какие-то ухудшения, ну, тогда уже буду вызывать повторно. После того, как скоро уехала, я написала на WhatsApp к своему гинекологу, описала также ситуацию, но она тоже дала мне свои рекомендации, то есть, это режим питья, режим легкие питания, и очень аккуратно следить за состоянием, шевелениями малыша, температурой и так далее, и так далее. Весь день я отлежала, ночь прошла спокойно, я ближе к вечеру поела бульон, и все. То есть, на этом день закончился, утром я уже проснулась более или менее. Температура была 36,4, по-моему, ну, и я поняла, что меня пронесло, то есть, это, скорее всего, не ковид. Конечно, параллельно я написала там подругам, с которыми двумя я виделась, одна вакцинирована, другая сделала как раз накануне тест, потому что ей на свадьбу ехать, и у нее этот тест негативный, ну, то есть, как-то так ковид для себя я отмела, и поняла по симптоматике, что все, меня попускает, и, наверное, пронесло, и все-таки это были сосисоны. Ох, но я скажу, что опыт не самый приятный, и... И я как-то поняла, что все, закончились мои вот эти гормональные пожелания искрежут зубов, и больше я вот эти полуфабрикаты или прочую какую-то гадость есть все-таки не буду, потому что, во-первых, беременность, во-вторых, организм, мой к этому не привык, и в беременности, наверное, это не сварение, оно вот может случиться с большей вероятностью, чем вот в нормальном состоянии, поэтому я как-то вот так вот передохнула, вздохнула, и как-то очень, ну, короче, боязно все это было, но слава богу, на этом моя неделя закончилась. В воскресенье, конечно, я еще вот так вот передвигалась еле-еле, и каждый шаг мне кажется, что все, сейчас у меня преждевременные роды, голова где-то там тычется, очень сложно мне ходить, тяжело мне дышать, я уже вообще ничего не могу. Короче, я вот прям в метаниях и в терзаниях от них вот всю эту неделю отходила, и это вот прям самая, как я уже сказала, гормональная неделя всей моей беременности. Но, слава богу, что закончилась она позитивно, хорошо, и нет никаких рисков. Пока живем, начинаем нашу 35-ю неделю, и все хорошо. И мы, слава богу, с вами сегодня можем улыбаться и приступить к списку имени для нашего будущего малыша, и посмотреть, какое же имя мы с Арсом решили в этот раз вычеркнуть, и какая тройка лидеров у нас остается. Оригинальный список наш остался в Санкт-Петербурге, поэтому беру фломастер и здесь, в Риге, пишем наш список заново. Значит, если правильно мы помним, у нас первое имя, которое было в списке, это Марсель. Так, Марсель. Второе имя в списке был Грант. Грант. Потом у нас был Сэм. Я до сих пор не знаю, как он пишется, поэтому пишу через Э. И третье был Эйден. Это, как вы знаете, мой фаворит Эйден. Имя, которое мне очень-очень нравится. И мы с Арсом, обсудив все эти прекрасные имена, пришли к тому, что все-таки, наверное, нам придется попрощаться с именем. Как вы думаете, с каким? Имя, 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 имя. Сэм. Мы все-таки решили, что нет. Рэм и Сэм звучат прекрасно, но все-таки это не наше имя. И на данном этапе мы его вычеркиваем. И таким образом у нас с вами остается Марсель, все еще лидер нашего списка. Уже вот второй ребенок, а Марсель все у нас тут есть. Второе имя это Грант. И третье имя это Эйден. Не знаю, как мы из трех будем выбирать. Пока оставляем их в списке. И, ну, не знаю, либо мы их оставим до родов и будем по малышу смотреть. Либо, может быть, придет к нам озарение, мы какое-то из этих имен удалим до. Ну, в общем, пока три имени. Марсель, Грант и Эйден. Ну, а в комментариях пишите, конечно, ваше мнение. Уже удаленные имена давайте не обсуждать, потому что мы уже их удалили. Вот давайте исходить из того, что есть, из вот этих имен, какое вам нравится больше всего. Вау! Смотри, какой у тебя тут лев. Вау! Вау! Ну что ж, подружки, на этом мы с вами можем смело попрощаться. Это все, что я хотела вам рассказать о 34-й, держи, неделе моей беременности. С большим-большим терпением жду окончания 35-й, чтобы снова с вами встретиться и рассказать, как же мои дела на 35-й неделе беременности. И напоследок еще покажу вам свой живот. Так, ребенок. Ну, вот так мы выглядим. Я вот прям внушительных уже сильно размеров, хотя, мне кажется, всю беременность я внушительных размеров. Вот я, вот мой беременный живот. Вот, причем живот, он у меня в бандаже, потому что сейчас уже перемещаться и как-то находиться в пространстве очень тяжело. Ну, короче, вот так вот мы выглядим на полных 34-х неделях моей беременности. Ладно, подружки, на этом сегодня с вами прощаюсь. Увидимся в следующем моем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok